Приход с весны многие нижегородцы ассоциируют с началом ремонтных работ на дорогах. Томан Юрьевич, чего им ждать в этом году? Нам, нижегородцам, автолюбителям, всем. На улице города запланирована, как и в прошлом году, федеральная программа безопасной качества автомобиля дороги. В этом году мы планируем выполнить ремонты на 33 участках. Суммарно это порядка 40 километров, то есть приведем в нормативное состояние порядка 40 километров дорог у улиц нашего города. По сравнению с прошлым годом, насколько это много, мало? В сравнении с прошлым годом, то что касается города, это так же. То есть буквально 2-3 миллиона разница между финансированием прошлого года и финансированием этого года. Единственная разница в том, что в прошлом году было больше ориентировано на чемпионат мира, соответственно, больше выполнялись работы на магистралях. То есть, если в прошлом году это было около 40 километров дорог, то в этом году это вряд ли 50 километров дорог. В прошлом году многие жители Сормовского района, например, честно говоря, обиделись на город, потому что они практически ремонт не получили. В этом году что-то получат? Конечно же, соответственно, и Сормовский район, и другие районы получат ремонты. Где на основных, где на второстепенных трассах, то есть категории А и Б. Единственное, скажем так, более подробно можно посмотреть по каждому району. То есть федеральная программа, она представлена на сайтах Министерства транспорта, в котором вывешена программа до 2024 года. То есть, в принципе, каждый житель может в основном, ну, в общем доступе получить любую информацию по поводу, как мы планируем дальше ремонтировать дороги в Нижнобиле. Какие-то точки выделите особо, где будет ремонт или нет? Какие-то точки... Вот, например, находимся здесь на улице Электровозная, правильно? Да, на Электровозная. То есть в этом году мы выполним здесь ремонт. Здесь будет ремонтировано покрытие и тротуар. Общая, скажем так, площадь покрытия составляет порядка 15 тысяч квадратов. Общая стоимость около 27 миллионов. Безумно счастлив буду, если это произойдет, потому что, как мы могли, поддерживали свои участки дороги. Вот здесь видите бурщатку, которую мы выкладывали, собственно. Это мы сами за свой счет делали, только чтобы хоть как-то здесь было движение. Если здесь будет дорога, мы будем просто счастливы. И наши клиенты, и все проезжающие, и жители этой улицы, и те, кто работает на этой улице. А здесь их, поверьте, много. Вообще клиентуры много потеряли из-за плохой дороги именно за эти годы? Вы знаете, надо было фиксировать те кадры, когда к нам ехали туристические автобусы и садились на брюхо в ямах на этой дороге. Но, тем не менее, ехали, потому что мы тогда предлагали конкурентные преимущества. Но это было очень жестко. То есть мы тогда задумались о покупке трактора, чтобы вытаскивать эти машины, чтобы они к нам заезжались. Чем-то засыпят, но это все бесполезно. Оно снова проваливается, и снова вода, и снова шишки, и снова гребем животиком машины. А машина страдает от этого? Конечно, страдает. И подвеску задевала, и низнище сколько раз, и глушитель срывала. Все было. С прошлого года глава ПАНОВ заявил, что дороги нужно ремонтировать, оказывается, вместе с ливневками. Как в этом году эта работа будет выстраиваться? Стараемся, да, именно к этому приходить. То есть на сегодняшний день мы уже провели работу достаточно комплексную с теплоэнерго, с водоканалом на предмет, скажем так, синхронизации их ремонтов этого года, синхронизации наших ремонтов этого года. И плюс, помимо ливневки, еще мы не должны не забывать об освещении, что, в принципе, можем здесь наблюдать как раз на этой улице. То есть все в комплексе, да? Да, мы будем стараться. Единственное, скажем так, не все это входит в программу безопасной качества автомобильной дороги, но входит в программу вообще планирования города. То есть, соответственно, на улице города должны быть освещены. То есть это также влияет на безопасность дорожного движения. Какая-то обратная связь с нижегородцами налажена у вас? То есть они могут сообщать вам, где требуется ремонт дорог? Конечно, могут. В любом случае у нас идут обращения. Обращения и в рамках, скажем так, «Город без пробок» идут периодические обращения по этому поводу и, скажем так, обращения жителей. Но есть нюанс. В рамках, я еще раз повторюсь, программы БКД, безопасной и качественной автомобильной дороги, соответственно, изменения относительно федеральной программы, они невозможны. То есть карты, подобные, например, нечищенным дорогам, типа разбитых дорог, она не может появиться, да? Ну, скажем так, в прошлом году, я же понимаю, была аналогичная программа, это «Антияма». Да, мы уже с Алексеем Геннадьевичем обсуждали этот вопрос, то есть возможно ли интегрировать в «Антиснег», соответственно, «Антияма» или как там, назови ее, эту программу. То есть Алексей Геннадьевич мне очень сильно пообещал, что подумаем, каким образом это можно сделать и, скажем так, да, какой эффект на это можно получить. И немножко о технологиях. Что-то будет новое применяться в ремонте дорог или нет? Или все по старинке? Да нет, на самом деле все по старинке. Ну, скажем так, да, очень часто бывает все новое, это хорошо забытое старое. То есть то, что касается здесь, это будет классическое, ну, так, скажем так, фрезерование, то есть доведение основания до норматива и уклад флоев асфальтобетона, представленным, чемпионосным асфальтобетоном. Проверки тех дорог, которые были отремонтированы в прошлом году, они будут осуществляться параллельно или это отдельная работа? Проверка, она осуществляется всегда в текущем, грубо говоря, в текущем порядке, то есть это входит в гарантийные обязательства подрядчиков и контролирует департамент дорожного хозяйства. То есть независимо от того, что мы дальше ремонтируем и строим, работа по гарантийным обязательствам, она обязана вестись и она ведется на сегодняшний момент. Что касается подрядчиков, кто-то ушел в прошлом году или нет? Скажем так, констатирую, что кто-то ушел, кто-то пришел, я не могу, потому что, соответственно, в апреле месяце мы в конце апреля месяца постараемся подвести итоги торгов, то есть по 44-м федеральному закону, соответственно, полностью соответственно с ним будут выставлены лоты. Ну а уже кто победит на этих лотах, кто даст, скажем так, самую интересную цену и самые интересные условия в рамках качества, как бы неизбежно. То есть для этого существует 44-м федеральный закон именно для этой работы. Мостовые переходы тоже относятся к городу или это уже работа области? Потому что мы все ждем еще продолжения ремонта на Мызинском мосту. Мостовые работы относятся к городу, соответственно, заказчиком, как и в прошлом году, является ГУМИД, то есть у них двухгодовой контракт. До 1 сентября им поставлена задача полностью закончить ремонты. То есть контракт на самом деле у нас до октября-ноября месяца, но задача такая стоит, чтобы в 1 сентября, или в любом случае там и глава города ее поставил передо мной, чтобы в 1 сентября, когда у нас жители повезут своих деток в школы, в детские сады, когда поедут студенты, то есть будет достаточно, ну скажем так, интенсивность по сравнению с летом вырастет в разы. То есть все должно быть готово, Мызинский мост должен работать, функционировать в нормативном порядке. Техника когда появится, строительная на мосту? Техника на мосту. Ориентировочно это апрель-май месяц. А то сейчас прям так сказать, что график, прям я помню наизусть, не скажу. Апрель-май месяц. Как тепло. Да, соответственно, при наступлении положения каких-то температур, в любом случае, то есть начнут уже работы и по фрезерованию, работы по замене бордюрного камня, по ремонту и замене перельного ограждения и по замене освещения моста. Можно ли будет говорить после окончания ремонта Мызинского моста, что с мостовыми переходами теперь все хорошо? Да нет, нам всегда есть куда стремиться. Соответственно, мостовой переход на Мызинском мосту, это один из мостов, который, скажем так, требует внимания. То есть внимание нужно уделять каждый год, каждые там 2-3 года. Это уже не капитальная ведь работа. Каналинский отремонтирован. Каналинский отремонтирован. Метромов тоже в порядке. Пока да. Но в любом случае, помимо покрытия, есть еще несущие конструкции, есть еще, скажем так, опоры. То есть в любом случае, любому искусственному сооружению им обязано, скажем так, уделять внимание, и от этого неизбежно. Это, ну, каждое искусственное сооружение, это высокотехнологическое, это сложное сооружение, которое он обязан принимать внимание, чтобы оно бы работало в нормативе, чтобы оно ни в коем случае, ну, скажем, не было никаких сбоев на этих мостах, на этих сооружениях. У каждого есть свои мечты. Вот в этом году мы получаем миллиард рублей на ремонт дорог. Ваша заветная мечта. Сколько нужно городу, чтобы дороги были в идеальном состоянии? Ежегодно выделять на их содержание и ремонт? Ну, мечта, я, наверное, немного о другом, да, не о ремонте дорог. То есть, ну, скажем так, на сегодняшний момент реально то, что можно городе ремонтировать ежегодно, это полтора-два миллиарда. То есть больше, если мы начнем там... Все встанет. Все встанет, да, просто мы все перекроем и все будем ремонтировать, и город уже никуда не поедет. Роман Юрьевич, большое спасибо. Надеюсь, что у нас эти деньги будут всегда.